Девушки отдыхают В Советском Союзе можно было остановить на улицу любого и спросить, что такое Байкал-Амурская магистраль. Люди должны были понимать, вот построим БАМ и наутро проснёмся в другой стране. Самое удивительное, что так и получилось. Байкал-Амурская магистраль была построена, а страна действительно стала другой. Что было потом, я уже не помню, но я помню, что мы получили благодарности. Удивительно, как быстро мы забыли, что где-то на Дальнем Востоке была, как её называли, стройка века, трасса мужества. Там девушки были, водились, красивые девушки комсомольского возраста. Прижимаюсь носом к иллюминатору. Там внизу осень 1974 года. Колодная и снежная. Дышу на стекло. В запотевшем кружке пальцем вывожу. Б-А-М. Бам. По телевизору, по радио и в газетах говорят, что строительство этой дороги, которая прорежет сибирский массив с его неисчерпаемыми природными богатствами, откроет путь к созданию нового крупного промышленного района. И вот я уже еду строить. Бам. Но не доезжаю. Просыпаюсь. Конечно, снится. Может быть, не снятся те места, но точно снятся эти люди. Я не скажу, что у меня каждый день я его вижу во сне, этот Б-А-М. Но я, в принципе, живу Б-А-М. Даже и людей в другой раз вижу, тех, которых сегодня уже нет во сне. Сначала газеты писали. Б-А-М. Магистраль открытий и обновлений. Потом ерничали. Бам. Дорога в никуда. Сегодня о Б-А-Ме не говорят вообще. Словно и нет его. Сон не больше. Но он есть. Причем у каждого человека он свой. Это Сергей Федорович Мищенко. Его Б-А-М надежно хранится здесь. В музее истории строительства Байкало-Амурской магистрали города Тында. И начинается в зале Бам-Лак. С 30-х годов 20-го века. Именно тогда правительство СССР впервые всерьез заинтересовалось строительством железной дороги, которая связала бы транссиб с якутскому. Районом сказочно богатым углем, рудой и золотом. Когда предложение проектировки и строительстве новой стратегически важной железной дороги было направлено в ЦК ВКПБ. В начале 32-го года правительство принимает решение о строительстве железной дороги, которая в этом же году получила название Байкало-Амурская железная дорога. Она была объявлена всесоюзной стройкой. По всей стране разъехались люди, так называемые агитаторы и вербовщики, чтобы вербовать людей на стройку. Особенно активно вербовка проводилась в Амурской области. И сюда в начале 30-х годов поехали люди. Но было все плохо подготовлено, не было столовых, не было жилья, большие морозы. Стройка финансировалась достаточно плохо, и поэтому все люди просто разбежались. Но стройку никто не отменял. Что делать? В результате 5 октября 1932 года строительство магистрали берет в свои руки Объединенное государственное политическое управление ОГПУ. Френкель написал письмо Сталину, в котором обосновал полезность труда заключенных. И кроме этого, находясь на Соловках, он проявил себя как талантливый организатор и руководитель. Поэтому после того, как письмо нашло отклик, он был освобожден и был назначен руководителем БАМ-ЛАГа. БАМ-ЛАГ. Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь. А точнее сеть лагерей, которая очень быстро опутала всю зону будущего БАМа. БАМ-ЛАГ. Бараки выросли в мгновение ока. Длинные, окруженные вышками, заборами и колючей проволокой. Заключенные начали строить. Летом с 8 утра до 12 часов ночи. Зимой с 9 утра до 9 вечера. И это в условиях вечной мерзлоты. Многие не выдерживали. В голове появлялась мысль. Бежать. Бежать отсюда было достаточно сложно. Потому что единственной дорогой, по которой можно было уйти, это был Аям. Но его тут же мгновенно перекрывали. А уйти болотами и марями куда-то на расстояние было очень сложно. Хотя побеги случались, но их ловили очень часто. Даже есть такие, ну это рассказано истории, что если, допустим, поймают заключенного, и в доказательство должны были принести уши заключенного. То есть его расстреливают, могли расстреливать на месте, в принципе, там же. Основной контингент заключенных Бам-Лага составляли крестьяне, репрессированные в ходе коллективизации 30-х годов. Люди, недовольные советской властью и методами этой самой коллективизации. Конечно, среди строителей Бама встречались и арестованные по хозяйственным преступлениям, и просто уголовники. Но в основном здесь вкалывали и умирали осужденные по 58-й статье. То есть враги народа. По хранящимся в архивах отчетам, только в лагере Муртегит в месяц умирало 20 человек из 350. Как рассказывают местные жители, трупы зимой вообще складывали вдоль стенок одного из бараков штабелями, а потом делали просто массовое захоронение. Без всяких табличек, без всяких имен. Просто делали общую братскую могилу. Ну вот по зоне Бама сейчас трудно, конечно, найти, но, говорит, где-то кладбище есть заключенных, но я не знаю. Я не знаю, но иногда снится, как заключенный теряет силы. Снится грунт, в котором заживо похоронен этот несчастный. И чей-то смех заключенные встроили Бам. Рельсы под тындой, вот сколько я не ездил с года в год, стояли примерно на одном километре. Но тында росла шире по количеству домов культуры на душу населения, плакатов, лозунгов, фестивалей, гитар. Но с двух сторон в это время строили Бам со стороны Байкала армия, профессионалы. Со стороны Востока зэки, тоже профессионалы, как вы понимаете. Они сошлись в тынде, те поехали отбывать службу, это срок. А комсомолы праздновали победу. Это был поселок Чара. Там стояло два или три барака. Мы вошли в них, нашли несколько свидетельств того времени. 15 копеечную монетку мы нашли там. Я попытался взять тачку, не зная, что на ней возили. И она у меня рассыпалась в прах, остались железки в руках. Это такое очень серьезное переживание, потому что мы как раз тогда мы все прочли архипелаг ГУЛАГ Солженицынский. И это было все очень сильно отзывалось у нас. Заключенные построили БАМ. Не весь, конечно, но несколько веток точно. Так что в 1937 году, в 20-й годовщине Великого Октября, было открыто движение поездов на участке БАМ-Тындинская. В 1938-м сдана в эксплуатацию вторая соединительная линия Волочаевка и Комсомольск-на-Амуре. В 1940-м открыто рабочее движение поездов на участке и звездковое Ургал. И пусть не сразу, но БАМ действительно ожил под звуки колес и паровозных гудков. Это Иван Дмитриевич Гаев. Он приехал на БАМ в возрасте 7 лет. Приехал не один, конечно, а вместе с матерью, которая работала на Югжинском золотодобывающем прииске. Так вот, когда Ивану Дмитриевичу стукнуло 12, ему посчастливилось стать одним из первых пассажиров БАМа. Вот в 1940-м году перевал Генкан, станция Носовская, значит, проходит, ну, видимо, старший, кто там, бригадир, что ли, поезды, или как там были, объявляет, что дальше двигаться не можем. Я прошу всех, кто может, трудиться, сейчас попилить, повалить леса, попилить дрова, поколоть, погрузить и поехать дальше. Ну что ж, или стоять, или двигаться. Конечно, мужчины, женщины, которые могут работать там, пилой, топором, пошли. Увы, через пару лет даже о таком движении по БАМовским веткам старателям и их семьям пришлось позабыть. Без объявления войны германские войска напали нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. В 1942 году все работы на БАМе были остановлены. А уже построенные ветки пришлось срочно разбирать. Рельсы понадобились для строительства ракадной дороги к Сталинграду. Еще в период войны, в 43-м году, было, по сути, принято решение о необходимости начала строительства от станции Тайшет на Транссибирской магистрали до Братска и от Комсомольска на Амуре до Советской гавани надо было построить железные дороги. И они были построены и изданы в 1947 году. Эти два бамовских хвоста, восточные и западные, работают и сегодня. А история БАМ-Лага на этом закончилась. Вспомнили о БАМе в 1960 году. Специалисты Мосгипротранса подготовили доклад о создании железнодорожных выходов на северо-восток страны, в том числе о сооружении среднесибирской ветки Лена-Тында. В 1967-м к активному проектированию БАМа приступили ведущие институты Министерства транспортного строительства СССР. Что же до самой стройки, то она началась осенью 1972 года, когда 14 сентября коллектив Горем-28 управления БАМ-Стройпуть уложил первое звено от нулевого километра на линии БАМовская-Тында-Беркакит. Однако по-настоящему строительство Байкало-Амурской магистрали развернулось в 1974 году. На 17-м съезде комсомола БАМ объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой. А на западный участок будущей магистрали направили первый комсомольский десант добровольцев количеством 600 человек. Это было невероятное по своей значимости событие. О БАМе заговорила вся страна. А первым БАМовцам были устроены торжественные проводы. Концерт звезд советской эстрады. В этом концерте принимали участие многие артисты из вокально-инструментальных ансамблей. Насколько я помню, были только песниры и самоцветы. Концерт был очень интересным. По-моему, знамена даже выносили и строители БАМа в этом зале сидели в Кремлевском дворце. И, конечно, сидело все политбюро и очень тепло принимали всех участников концерта. Что было потом, я уже не помню, но я помню, что мы получили благодарности, мы получили такое напутствие, чтобы мы приезжали от строителей. В мае 1974 года БАМ встретил первых посланников 17-го съезда. Комсомольцы были разделены на две части. первые 300 человек прибыли на западный участок БАМа в районе Лены, вторые на центральный в Тынду. Устроились по-быстрому и все вместе, присматриваясь друг к другу, притираясь, начали покорять неприступное сердце тайги. Вырубали просеки, прокладывали автодороги, по которым уже очень скоро комсомольцам пошла новейшая импортная техника. Пошла, конечно, не сама. ее доставляли вполне реальные люди, водители. И у каждого из них сегодня есть своя история БАМа. Свои морозы, своя наледь на дороге. Вот как у Николая Дмитриевича Калякина, который на БАМе весь путь от первого до последнего колышка прошел. Начал сначала работать на урагане, это МАЗ-537, перевозил тяжелую технику. Потом работал на магарах, которые пришли сюда уже закупки по большому, когда большой БАМ начался. И в основном на магаре так и БАМ и закончилось. Но тогда в 74-м для Николая Дмитриевича все только началось. Адская работа, снег, мороз и тот пугающий БАМовский туман, когда солнца по три месяца в небе не видишь. И это проклятущее наледь на дороге. Наледь это грунтовые воды, у которых при большом морозе перехватывают выход. Перехватывают, замораживают и они начинают, эта вода начинает копиться. Подымает землю вместе с деревьями и со всем. Будем говорить даже на уровне таких домов, как сзади меня. И другой раз едешь, смотришь, а вот дорога здесь была, вот здесь пожег колеса, масляное пятно и так далее. Через месяц едешь, смотришь, она уже где-то на высоте метров 10, совершенно там какой-то вал, боком она стоит. Вот что такое наледи. Несмотря ни на что, строительство шло бешеными темпами. Зимой все грузы тащили по рекам, таким как Любжа, Алёкма и Легиткан. Они, конечно, коварные были, слоёные, как пирог, опасные, как капкан. Но водители с ними быстро научились справляться. А если что, всегда приходили друг к другу на помощь. местные водители, он никогда не бросит водителя в беде, если он там где-то сломался дорогой и так далее, и так далее, всегда поможет выручить, что есть, хоть камеры там, хоть соляры, хоть зачистями, хоть чем, мало того, своими руками. Вот. То есть у нас на БАМе в принципе никто никогда никого не бросал. Если судить по теперешнему времени, то у нас, если ты везёшь в другой раз там, нарушая правила там, значит, и так далее, по 5-6 человек в другой раз от одного места строительства с другого, то никогда копейки не брали. Всегда это просто так. Единственное требование, когда засыпаешь, вот я один раз вёз 5 девчонок где-то с Украины, с педагогического училища, они сюда, по перераспределению попали. Я говорю, пойте, иначе засну, пойте. Ну, они молодцы, украинки, они так галосят хорошо, песни такие хорошие, ну и подготовленные немножко. Я много раз слышал этот рассказ о поющих студентках от Николая Дмитриевича. Но мне почему-то вспоминается другой. Там тоже водитель, который вёз студенток. Но дорога очень сложная, всё какие-то перепады и зигзаги. По-моему, это на маршруте от Соловьёвска до Тында было. Хотя мне хочется думать, что это был сон. Я ведь не знаю, сколько их там погибло. Правда, знаю, что это был единственный случай, когда бамовский водитель вот так не справился. Потому что на баме только асы задерживались. В феврале 75-го года строительство Байкало-Амурской магистрали началось одновременно по трём направлениям. Центральная от станции Баморская до Тынды, западная от станции Лена до Тынды и восточная от станции Дипкун до Комсомольска на Амуре. Западные и центральные участки были отданы в руки комсомольцев, которых на баме к тому времени было уже куда больше шести сотен. Что же до восточного направления, то его строительство легло на плечи бравых военных железнодорожников. Работы провести сначала планировал Собам за пять лет построить. Тридцать с лишним тысячи километров со всеми станциями и посёлками это было просто невообразимо. Но начинали с верой в то, что действительно это уже попозже, когда столкнулись с этими трудностями, которые в принципе не от человека даже зависит, а природа ставила свои эти сюрпризы нам, тогда все поняли, что в этот срок конечно не впишутся. Это Леонид Матвеевич не Чепорук. История его бама началась в феврале 75-го, когда батальон, в котором он служил, решили направить на строительство Байкала Амурской магистрали. А он что? Он солдат, человек подневольный. Так точно и никаких возражений. Конечно ехали с тревогой. Почему? Потому что никогда в таких краях никто из нас не был. Все мы тут выросли в таких условиях. Работала часть в основном на Украине, в Молдавии. Вот это было два таких региона, где работала наша бригада. И ехать в тайгу знали, что это очень суровый край, вечная мерзлота. И для многих это конечно было страшновато. 5 февраля мы выехали 75-го года 19-го мы приехали в Ургал. Ургал встретил новичков крепким 50-ти градусным морозом. Невероятно синью своих просторов и колким каким-то звенящим воздухом. Солдатики конечно оделись потеплее и вроде бы нормально стало. Правда непосредственно до места стройки им еще предстояло добраться. И этот путь стал для них первым бамовским испытанием. Дело было так. Выехали они утром на вездеходе по тайге по речушке какой-то. Весь день ехали. Вечер, ночь. Не доехали. Кончилась солярка. Что делать? Ну я так в принципе парень деревенский жизнеприспособленный. А мой коллега был начальник штаба он такой парень знаете интеллигент такой деликатный ему сложновато было на это все смотреть. Я говорю ладно вы разжигайте тут костер тут три часа ночи где-то разжигайте костер и сидите. А я пошел искать часть. И вот значит лунная ночь февральская идет солдат а куда идет и сам не знает. Вдруг слышит музыка играет. А я перед этим отправил машину клубную новая машина и говорю ребята когда только приедете в городок сразу включаете музыку и клубную все-таки ее не выключать направляйте сюда в эту сторону откуда идут войска ну мало ли что может случиться чтобы люди где-то слышали эту музыку и вышли хоть на музыку. И я вот так иду слышу музыка играет. Пройду немножко. Нет. Думаю наверное уже алюцинации какие-то. Ну потом все-таки я через полтора или два часа выхожу на наш городок. Вот с этого и начиналось строительство. Конечно сначала романтика была. Первые дни первые кубометры земли первые шпальные решетки но очень скоро она растаяла исчезла как дымка предрассветная правда работать бомовцы от этого хуже не стали. Я помню один раз ночью я проезжал проверял комплексы рабочие и вижу идет сержантик такой небольшого роста мороз обратно луна и тащит трос на спине я остановлю и говорю ты куда? Это экскаваторщик наш а я говорю у меня порвался трос а мне же утром сдавать смену своему сменщику значит вот это он тащит это где-то снял с нерабочего экскаватора этот трос и тащит на свой экскаватор чтобы его еще затянуть все сделать для того чтобы сменщику передать чтобы он не стоял не проставил экскаватор я так думаю я еду в теплой машине в принципе одетый значит все и я так поставил себя часто ставил на себя на их место вот этих 18-летних парней которые ну в невероятных этих условиях делали такое большое дело это правда условия на БАМе были невероятными иногда даже техника не могла там работать а люди работали вопреки всему несмотря ни на что даже на эту мерзлоту вечную так что каждое трудовое достижение здесь было настоящей победой мост построили молодцы проложили 50 километров пути герои где-то что-то там соединили атланты на БАМе все становилось испытанием на прочность ведь как жили какие-то срубы сделали натянули под палатники соорудили кровати двухъярусные и вот там по 25-30 человек разместились не развернуться не протолкнуться об уединении можно разве что мечтать даже мужчине сильному крепкому выносливому было трудно выдержать в таких условиях а ведь были еще и женщины на БАМ я попала с мужем муж был военный строитель строили они дороги вот и мы попали нас направили на БАМ мы попали на станцию Маревая это чистое место колышком показали здесь будет станция Маревая стояло две или три палатки где жили солдаты которые должны были строить дома и дороги не было жилья для людей а муж у меня такой сообразительный прицеп от машины оборудовал под комнату Ольга Яковлевна Фурс приехала на БАМ в 75-м и осталась там на долгих 13 лет так что всю прелесть бамовской жизни она видела собственными глазами чувствовала собственным телом но вот что удивительно когда она рассказывает об Аме кажется что в тот первый день муж не в прицепе а во дворце ее поселил а печку делали это значит надо было из Соловевска привезти глину кирпичи машинами за 300 километров везли а не было даже белой глины чтобы побелить печку так я рукавичку одела и так красиво все это глиной смазала и все приходили и смотрели как на экскурсию нам воду привозили в бочках и привозили всегда с утра пока придем вечером представляете собой 45 градусов мороз бочка вся замерзла и слышишь только штук по поселку это топорами рубят лед у нас ненормировано было мы можем в 12 ночи прийти когда задавать надо обед было ночью придешь руки вот так помоешь в тряпочке может не мыть тряпочку слушаешь и вот так ляжешь спать Ольга Яковлевна Фурс Галина Робертовна Ковалева Полина Алексеевна Полянская их рассказы это части одной большой женской истории Бама ну вызвали меня в главк говорит надо документы ну посмотри работу сколько работаешь я в Минтранспрое с 56 года ну там уходила там декрет да то то да все сначала была трасса Киев-Шартыр Косноярск потом Абакан-Тайшет потом Косноярск-Базырь и вот уже это сюда собрали документы фотокарточки куда пока не знаем потом скажем и вот прошло наверное полмесяца главк вызывают работу приходите нас собрали ну вот сейчас позвонят будем ждать с Москвы с Москвы звонят ну и позвонили прошли будете героем как героем Полина Алексеевна стала единственной женщиной кто тогда героя получил вот только радости от этого у нее было мало потому что все остальные женщины на нее за это обиделись даже подружка лучшая они ведь все вместе работали а наградили только одну не обижайся я говорю не прошу пусть тебе отдают так вот было ну ничего потом померясь я прошла да еще знаете такие люди сейчас подзюкивали то ее то меня соединяли видишь что мы дружим все вместе было такое все прошли впрочем герой социалистического труда или нет это дело десятое поскольку даже на БАМе женщины прежде всего оставались женщинами женами и конечно мамами год проработала на Марьевой и поехала в Тынду а в Тынде я уже 12 лет проработала там у меня родилась дочь младшая в 79 году сын как получился ничего дочку даже некогда некогда было проверять все старались быстрее людям жилье надо было я дверь вообще не закрывала телефон говорю дети если дом загорится пожаров было очень много потому что электрообогреватели все жили на электрообогревателях а двое маленьких детей говорю дети загорится звоните мне и выбегайте из дома ничего не выносите ничего не спасайте выбегайте это мой самый любимый сон я возвращаюсь с уроков домой свобода мне кажется я даже чувствую ее вкус мама на работе отец всегда на работе я как бы сам по себе я взрослый просыпаюсь а ведь и правда взрослый как же давно это было я помню первую ночь когда я приехал в тынду и отец немножко раньше приехал чем мы и он уже там обжился какое-то время и у него была собака до этого времени я как ребенок городской собак практически никогда не видел и вот ночью будучи когда спал лег спать тут подходит ко мне собака меня охватил жутчайший просто страх я заплакал вот и мама с папой меня стали всячески успокаивать потому что ну было очень страшно потому что все таки животное достаточно большое я маленький и было так вот жутковато это Константин Ковалев он приехал на стройку вместе с родителями в 74 году и это его история БАМа история самой грандиозной стройки века увиденное детскими глазами я в детстве с теми ребятами с которыми мы дружили с которыми мы везде ходили и хулиганили в том числе вместе и в общем-то мы все стройки которые строились в радиусе там двух-трех километрах от нашей школы или от наших мест проживания мы все облазили вдоль и поперек стройка стала главным развлечением БАМовских детей у которых не было парков аттракционов и даже банальной детской площадки зато у них был БАМ огромный грохочущий всеобщий и никто не думал об опасности что можно упасть провалиться куда-нибудь когда котлован выкапывают и там скапливается вода то естественно что ребята тут же находили какие-то бревна делали плоты и в общем-то по этому котловану путешествовали на этих плотах ну случаев каких-то таких чтобы кто-то где-то утонул я не помню то что под лед проваливались это было вот ну действительно атмосфера БАМа чувствовалась во всем в посещении временной школы в походе за ледяными продуктами и даже в обычной зимней прогулке потому что мороз там на улице был не простой а самый настоящий БАМовский когда гуляя с ребятами отмораживал себе или уши или нос или руки помню тоже одну ситуацию когда ходили с ребятами гулять снял рукавички а учитывая что все-таки снег был в то время довольно такой обильный рукавички промокли я их снять снял а потом уже надеть просто не смог и пока дошел до дома отморозил себе полностью руки и было очень больно вот я пришел домой и мама положила мои руки в холодную практически ледяную воду но она для меня показалась как вот просто кипяток то есть вот как будто мне руки просто обожгли условия были суровы но детство все равно было счастливым наполненным чувством единения маленького человека с тем большим делом которым занимались его родители то есть рост ты развивался ты и на твоих глазах рост твой город бам преображался рождался буквально на глазах появлялись новые здания школы, больницы дома культуры а какие вокзалы у каждого свое неповторимое лицо там были знаете очень интересно там допустим один вокзал строили грузины он так назывался грузинский там другой вокзал таджики таджикский ну и так дальше болдавский ну страна большая вот каждый строительный отряд из какой-то республики из какого-то города строил определенный объект разумеется росла и сама магистраль так в декабре 75-го года прошел первый поезд от Усть-Кута до Звездного в ноябре 76-го от станции БАМ до Тынды в октябре 77-го от Тынды до Беркакита строительство шло ударными темпами и это при том что Байкало-Амурская магистраль невероятно сложная по своей географии дорога так что помимо самой магистрали строителям приходилось возводить мосты и пробивать тоннели а это дело не пяти минут а если вспомнить Дусе-Алинский тоннель то и не пяти лет основное строительство с 47-го по 50-й год было пробивка этого тоннеля и два года отделка там порталов регуляционных сооружений и так далее занимались этим делом заключенные пробивка этого тоннеля вот ну когда стройка закончилась средств в стране тогда не было и его на некоторое время заморозили это Николай Федорович Фисенко он приехал на БАМ в 77-м году в звании старшего лейтенанта и сразу попал на работу в Дусе-Алинский тоннель именно что попал как кур в ощупь потому что тоннель к тому времени замерз полностью заполнился наледью и надо было как-то этот лед убирать сначала там пытались механическим способом потом были предложены варианты растопить его вот ну на каком-то этапе поработали а потом поняли что это тоже ошибка поскольку тепло и вечная мерзлота это враги сами понимаете этого дела вот и вся эта выборка окончательно производилась будем говорить таким механическим и ручным способом когда тоннель очистили стали готовить его к работе проверять вентиляцию дренажную штольню и здесь опять что-то пошло не так правда поняли это строители чересчур поздно когда в тоннеле поезд замерз полез вовнутрь туда посмотреть чем дело и вот тогда определил что там все это дело подзамерзло и то есть оттока воды этого не было построил часть ну стал искать добровольцев а добровольцы оказались все поэтому разделил их по категориям кто уже отслужил практически два года под увольнение были люди полтора год расставил их по важности вот этих и опытности ребят это дело и они будем говорить вот это буквально на коленях пробили и дали выпуск этой воде певцы укряба прежней дайкут детская гряба злой и бургут веселей ребята выпало нам строить путь железную от короче бам скалы и чаще все пройдет наш работящий смелый народ веселей ребята выпало нам строить путь железную от короче бам не знаю с чем это связано но идеализированное представление о строителях бама того времени мне кажется что они трудились не за деньги идея была первостепенной можете идеализировать ситуацию хотя и зарплаты там были конечно там не знаю если у нас хорошая зарплата считалась 300 рублей то там неважной зарплатой считалась 800 рублей но приезжие всегда несколько преувеличивают хотя по сравнению со среднестатистическими советскими доходами 150-200 рублей в месяц зарплата бамовцев выглядела просто потрясающе если механизаторы зарабатывали по 1000 рублей в месяц в то время это очень большие деньги мостовики чуть больше 1200 ну я потолки говорю потолки тоннельчики еще больше ну у меня выходило два или три раза в год по 1000 рублей я получил а в основном 700 рублей в месяц зарплата была будем говорить не на последнем но даже не на втором месте вот советы же не настолько дурные были во-первых идея была во-вторых прекрасно знали что строится это ну не на месте министерства обороны дорога там от китайцев или от кого-то а что это действительно будущее России да деньги на баме и впрямь платили невероятные но и доставались они бамовцам не за здоровый живешь а за сверхчеловеческий труд работа велась в совершенно необжитых районах в зоне вечной мерзлоты в местах высокой сейсмической активности кроме того во время строительства бамовцам следовало преодолеть 11 крупных рек пройти 7 горных хребтов возвести 140 мостов пробить 8 тоннелей и ведь преодолели прошли пробили осенью 1984 строительство магистрали подошло к своему золотому завершению теперь все внимание сконцентрировалось на двух бригадах и двух знаменитых бригадирах Иване Варшавском и Александре Бондаре один с востока другой с запада Бондарь и Варшавский двигались навстречу друг другу страна затаила дыхание 29 сентября в 10 утра 5 минут на разъезде Балбухта бригады Ивана Варшавского и Александра Бондаря произвели золотую стыковку Шкиперская бородка немного уставший на веселый взгляд Иван Варшавский как-то приходил к нам в школу успокаивал говорил не переживайте ребята бама хватит и на вас говорил что дорога пойдет выше на север и дальше на восток к Магадану что этот проект на много-много лет он был нашим героем был героем а потом оказалось что бам дорога в никуда так так такую идею нам постоянно в начале 90-х годов выдавало правительство бам нелентабельный дорога никуда во всех газетах пестрели сообщения о том что зря потраченные средства о том что зря значит люди строили вот но это такое ощущение что почему-то заказывают оговорили и почему-то заказывают описали бам это железная дорога без которой современную Россию представить невозможно я думаю что надо давно уже и прекратить все эти воспоминания о тех людях которые позволили себе что-то высказываться да и кто их сегодня помнит в 2013 году мы будем на одном берегу Якутска а в 2015 за вершением средства моста совмещенного дорожного и автомобильного уже придем на скотинок правой берег после Якутска безусловно направление на Магадан и оно не просто прорисовано оно уверенно проложено в статегии 2030 и хочется верить что эта трасса в которой вложен такой человеческий труд будет служить людям долго и в будущем и сейчас хочется верить в это прижимаюсь носом к иллюминатору где-то там далеко внизу на протяжении 4 тысяч 424 километров пульсирует живая артерия железной магистрали бам жив он ждет и это не сон бам у Субтитры создавал DimaTorzok